Мы с вами рассмотрели так называемые классические информационные блоки, когда значения пользователей к свойств всех инфоблоков системы хранятся в одной таблице. Но есть еще один вариант хранения этих значений. В отдельной таблице для каждого инфоблока так называемые инфоблоки плюс или инфоблоки 2.0. Инфоблоки 2.0 это был следующий итог развития инфоблоков. С помощью этого типа хранения значений пользовательских свойств, а меняется только это, удалось избавиться от ряда недостатков предыдущего варианта, когда не все хранились в одной таблице. Но у инфоблока 2.0 есть и свои особенности работы. Посмотрим в чем же у нас отличие хранения в базе данных инфоблок 2.0 от 1.0. У нас на каждый инфоблок в режиме 2.0 появляется еще по две таблицы. Название каждой из них заканчивается на цифру, которая равняется ID инфоблока. Теперь эти две таблицы заменяют одну таблицу, которая хранит значения элементов инфоблока в режиме инфоблоки 1.0. BI-блок элемент PROP S и ID инфоблока служат для хранения единичных полей. На каждый элемент создается строка, где указывается ID элемента и по два поля на каждое свойство. Одно из них описание, другое собственно значение. Тут присутствуют также и множественные свойства, но хранят они кэш для множественных значений. Наша вторая таблица BI-блок элемент PROP M и ID инфоблока имеют другую структуру. Здесь уже строки создаются на каждое значение множественного свойства. Отдельный указ ID свойства, ID элемента и собственно значение. Давайте рассмотрим преимущества и особенности работы с ними. Преимущество инфоблока 2.0. При выборке элементов можно сразу получить значение свойств, так как количество присоединенных таблиц в запросе не увеличится с каждым свойствами, а всегда равно единице. Выборка значений и множественных свойств не приводит к декартовому произведению результатов запроса. Значение свойства передается в виде массива. Очень важная и преимущественная особенность инфоблоков 2.0. Для комбинированных фильтров по немножественным единичным свойствам появляется возможность ручного создания составных индексов базы данных для ускорения операции выборки. Фильтрация по значению свойств происходит аналогично инфоблоков 1.0, но только если передаем iBlock ID фильтре. Важным является полная совместимость API, то есть техника использования инфоблоков, свойств, элементов и их значения одинаково для обоих версий инфоблоков. С точки зрения производительности, инфоблоки 2.0 выиграют на небольших справочках с небольшим количеством редко изменяемых свойств. Ленту новостей нет никакого смысла переделывать на этот вид инфоблоков. Вы выигрываете в количестве запросов, но проигрываете во времени их исполнения. Особенности. Если информация хранится в инфоблоке 2.0 и меняется у свойства его тип, например, с числа на строку, то при этом меняется тип хранения в самой базе данных. То есть меняется не логика интерпретации продукта и значение этого свойства, а меняется само значение. То есть нельзя играться с данными. Для инфоблока 2.0 нет возможности сквозной выборки элементов, когда в фильтре указывается тип инфоблока и символьный код свойства. В фильтре необходимо указывать iBlock ID. В инфоблоке 2.0 существует физическое ограничение базы данных на количество свойств инфоблока. На данный момент это не отслеживается в системе. При превышении этого физического ограничения вы ткнетесь в редкую для Bitrix RedWalk ошибку MySQL. В MySQL строка таблицы должна вмещаться в половину страницы памяти, с которой работает СУБД. Страницы эти равны 16 кБ, а половина стала быть равна 8 кБ. Это нужно учитывать при работе с большим количеством пользовательских свойств. В случае классического хранения в одной таблице такой проблемы нет. Продолжение следует...